далеко-далеко скрыты в глубинах космоса планеты настолько удивительные что их описание нет даже в научной фантастике впервые в истории ученые открывают чужие миры за пределами солнечной системы пространство где лед горячий а дожди железные их нет на карте они загадочны и непредсказуемы ученые стремятся к величайшему открытию найти спрятанные где-то среди неведомых миров планеты похожие на нашу чужие миры 6 марта 2009 года идет финальная предполетная проверка ракеты-носителя дельта-2 это начало чрезвычайно претенциозной миссии космическая обсерватория кеплер охотится за подобными земле планетами в области охватывающей 100 тысяч звезд это кульминация путешествия которое началось более 10 лет назад с одного из самых серьезных научных открытий в 1995 году швейцарский астроном мишель майор с группой ученых ведут обычное наблюдение за звездами в созвездии пегаса расположена в 50 световых годах но приборы показывают нечто необычное одна звезда сильно качается и колеблется мы обнаружили что скорость одной из этих звезд изменяется со временем что же обладает достаточной мощью чтобы потревожить звезду размером с наше солнце майор предлагает радикальный ответ планета но планет вокруг другой похожий на солнце звезды раньше никто не видел сложность обнаружения планет близ других звезд состоит в том что при обращении планеты вокруг ближайшей звезды она теряется из-за незначительности ее света в сиянии очень яркой звезды несмотря на сложности майор доверяет полученным данным и убежден что колебание вызвано гравитационным притяжением обращающейся планеты я очень скептично отнесся к этому заявлению мишеля майора было множество ложных заявлений об обнаружении первой планеты близ другой звезды и я подумал о боже я решил понаблюдать за звездой в течение четырех ночей подряд и был поражен звезда колебалась именно так как говорил мишель майор мишель майор и его коллега дедье килоц объявляют о своем открытии оно потрясает научное сообщество впервые в истории они нашли повторимое подтверждаемое доказательство существования планеты обращающейся вокруг похожей на солнце звезды официально звезда названа 51 пегаса б а не официально белерафонт честь греческого героя укротившего крылатого коня пегаса эта планета ломает все устой пылающий свет звезды обжигает белерафонт его температура примерно 1800 градусов фаренгейта почти тысячи градусов по цельсию он почти в 150 раз превышает землю по массе а по размерам сравним с юпитером газовый гигант эта планета состоящая в основном из водорода и гелия но газ это только внешние слои внутри водород и гелий сжимаются под огромным огромным давлением и совсем не похоже на газ в отличие от объектов нашей солнечной системы это совершенно новый класс планеты которую ученые называют горячим юпитером посетите гавайи посмотрите на текущую лаву также жарко и на горячем юпитере очень жарко земля находится на комфортном расстоянии в 93 миллиона миль или 150 миллионов километров от солнца горячие юпитеры примерно в сто раз ближе поэтому их достигает в 10 тысяч раз больше света представим что это звезда а это горячий юпитер горячий юпитер удален от звезды на расстоянии трех четырех ее диаметров то есть один два три вот на таком расстоянии от звезды находится горячий юпитер горячие юпитеры находятся под приливным воздействием звезды они всегда повернуты к звезде одной стороной как луна к земле на одной стороне всегда будет день а на другой ночь если бы я застрял на горячем юпитере то хотел бы оказаться на обратной стороне и надеяться что туда доберется немного тепла со стороны обращенной к звезде из-за разницы температур в атмосфере белерафонта очень ветрено подогреваемый звездой воздух поднимается вверх на его место стремится более прохладный воздух так же как это происходит на земле ветер дует со скоростью в тысячи километров в час такому люди никогда не смогут противостоять пылающая жара гарантия того что водяной пар не может существовать но это не значит что не бывает дождей здесь слишком жарко для формирования облаков из воды или жидкости но облака могут состоять из железа пары железа могут существовать при намного более высоких температурах чем вода вследствие этого все становится немного грязным зонтик должен быть довольно прочным потому что он очень быстро покроется железом станет чрезвычайно тяжелым и просто сломается небо над головой наполнено цветной пляшущей завесой благодаря заряженным частицам от находящейся неподалеку звезды рассвет становится удивительнее земного полярного сияния у этого недавно открытого мира есть еще одна уникальная особенность белерафонт совершает стремительный оборот вокруг своего солнца за 4,2 дня ни одна уважающая себя планета не совершает оборот вокруг звезды за 4,2 дня ни одна из планет нашей солнечной системы не делает этого за такое короткое время это крошечная орбита ставит под сомнение давние представления ученых о том как формируются планеты оборот планеты вокруг звезды за 4 дня был абсолютной загадкой но однажды я проснулся среди ночи и сказал должно быть это доказательство того что планеты смещаются к центру они не остаются на одном месте ответ на эту загадку лежит в процессе формирования планет планеты это побочный продукт формирования звезды когда формируется звезда вокруг образуется диск из пыли и обломков и из этих обломков формируются планеты источником большинства наших знаний стал космический телескоп хаббл особенно когда он нацелен на такие районы как туманность орла это межзвездное облако усыпано сталкивающимися газопылевыми дисками в центре каждого диска разрастается гигантский ком температуры достигают пекла в 10 миллионов градусов по цельсию высвобождается энергия такого же ядерного синтеза который дает энергию нашему солнцу рождается звезда исходящее от звезды излучения создает звездный ветер который уносит остатки пыли и обломков часть пыли сохраняется и остается на орбите вокруг новорожденной звезды в течение миллионов лет пыль собирается в узлы которые разрастаются до астероидов а затем до планет эти планеты движутся по диску до выхода на устойчивую орбиту поэтому белерафон так близок к родительской звезде но один недавно обнаруженный мир вышел на устойчивую орбиту там куда не стоит попадать ни одной планете 2001 год космический телескоп хаббл нацелен на тусклую звезду находящуюся на расстоянии примерно в 150 световых лет от земли в созвездии пегаса в этом же районе шесть лет назад был обнаружен белерафонт хаббл следит за другим горячим юпитером обнаруженным джеффом марсе однако эта планета отличается от белерафонта наверное вы слышали о планете hd 200 9458 б ужасное имя ужасное имя для ужасного места некоторые называют hd 200 9458 б осирис в честь египетского бога смерти масса осириса превышает земную более чем в 200 раз он придвинулся опасно близко к своему солнцу осирис расположен всего лишь в шести с половиной миллионах километров от пылающей солнечной поверхности он горит в планетарном аду средняя дневная температура на осирисе превышает 1000 градусов по цельсию забудьте о глобальном потеплении это глобальное поджаривание из-за которого по расчетам осирис теряет 500 тысяч кубических тонн воздуха в секунду утечка газа устойчивый поток водорода и гелия образуют вокруг планеты огромное облако атмосфера вытекает в космос ученые предполагают что за планетой на тысячи километров спиралью тянется колоссальный газовый след осирис представляет астрономом беспрецедентную возможность с помощью телескопа хаббл они анализируют раздутую атмосферу чужой планеты впервые в истории мы можем судить о составе атмосферы планеты вне солнечной системы хаббл обнаружил на удивление много базовых химических элементов необходимых для жизни натрий углерод водород и кислород но насколько нам известно на осирисе слишком жарко для жизни однако могут существовать и другие формы жизни которые процветают в условиях высоких температур но на горячем юпитере нет известных нам твердых поверхностей поэтому эти формы жизни были бы не просто летающими в аэрозоле крошечными маленькими микробами на земле есть живые организмы летающие в атмосфере но эта форма жизни зародилась не в атмосфере поэтому почти наверняка жизнь на горячих юпитерах не существует после открытия белерафонта в 1995 году астрономы обнаружили множество горячих юпитеров однако условия в этих мирах исключают их из списка мест где может разыграться драма жизни но один из этих газовых гигантов эта планета которая ставит под сомнение законы эволюции астроном джефф марси обнаружил нечто шокирующее в планете обращающейся вокруг звезды с названием 16 лебедя б со звездей лебедя расположенном примерно в 70 световых годах было очевидно что орбита планеты вытянута и планета то приближается то удаляется от звезды и конечно это шло вразрез с нашими ожиданиями основанными на знаниях о нашей солнечной системе где все планеты обращаются вокруг солнца по практически круглым орбитам похожим на музыкальные дорожки на пластинке как гигантская игрушка йо-йо в космосе этот газовый гигант носится туда-сюда по своей солнечной системе как если бы земля каждый год проносилась 25 миллионов миль а это более 40 миллионов километров в сторону солнца затем оставляя позади марс за юпитер как и все газовые гиганты в нашей солнечной системе эту планету йо-йо вероятно сопровождает свиты из спутников марсе предполагает что один из этих спутников может быть похож на землю здесь начинается самое интересное представьте каменистый спутник с озерами океанами а может быть ручьями и водопадами на поверхности спутник на орбите этой планеты и вместе они обращаются вокруг своей звезды в отличие от околоземной луны на которой нет атмосферы этот спутник представляет собой мир крайних сезонных изменений на земле смена времен года происходит из-за наклона планеты здесь из-за вытянутой орбиты из бедные планеты на вытянутых эллиптических орбитах подвергаются ужасным климатическим изменениям в течение года при максимальном сближении звезда обжигает планету йо-йо и спутник начинается лето мощные бури сотрясают атмосферу землеподобного спутника земные ураганы пятой категории всего лишь крошечные воронки по сравнению с формирующимися там чудовищными водоворотами вода испаряется и уплотняются облака температура сильно повышается вода или газ нагреваются а океаны буквально выкипают и получается большая паровая баня в разгар лета весь спутник тлеет при температуре более 400 градусов по цельсию это максимальное сближение со звездой оборот вокруг солнца планета совершает за 26 месяцев а лето длится всего два месяца но какое-то время года планета со своим спутником направляется в сторону от звезды температура падает до умеренного и комфортного для нас уровня с наступлением осени на испепеленные выжженный спутник возвращаются дожди сухие океанические бассейны наполняются водой уровень моря поднимается и формируются новые береговые линии планета ее ее спутник впадают в глубокую зимнюю заморозку и наступает царство покоя теперь более чем в трехстах двадцати миллионах километров от звезды небо не светлеет даже днем температуры колеблются около отметки в минус 160 градусов по цельсию океаны замерзают а полярные ледяные шапки зажимают поверхность спутника в кольцо много километровой толщины долгая зима длится 17 месяцев с приходом весны в небе несчастного спутника солнце принимает угрожающие размеры льды начинают трескаться и бурно таять громады айсбергов срываются в быстро поднимающиеся воды штормового океана в эти два бесценных коротких периода во время весеннего потепления и осенних дождей климат этого землеподобного спутника становится приятным и комфортным на расстоянии в 150 миллионов километров от звезды примерно равном расстоянию между землей солнцем эллиптической орбиты этой планеты и ее спутника пересекает зону около звезды которую ученые называют зоной обитаемости здесь самые подходящие условия для жизни слишком близко к звезде становится слишком жарко при удалении на слишком большое расстояние слишком холодно все покрывает следом а точно в середине оптимальные условия у каждой звезды есть зона обитаемости местоположение этой зоны зависит от размера и температуры звезды в нашей солнечной системе внутренняя граница отмечена венерой она внешне находится от марс земля с ее многообразием жизни расположена точно посередине планета йо-йо проходит через зоны обитаемости два раза в год три с половиной месяца весной когда мчится внутри системы и затем три с половиной месяца осенью возвращаясь в холодные районы космоса возможно ли жизнь в условиях вне зоны обитаемости возможны формы жизни достаточно сообразительные чтобы впадать в спячку как делают зимой земные животные если это кажется фантастикой то расскажу о приливно-отливных зонах на земле в которых жизнь конечно же процветают у береговой линии несмотря на приливы и отливы восходящая вода покрывает многие живые организмы и при отступлении воды во время отлива эти виды прекрасно выживают в необычном цикле созданном орбиты планеты ее на короткое время возникают условия подходящие для жизни а также для смерти некоторые чужие планеты еще более причудливы представьте мир рядом с которым нет звезды ученые предполагают что в нашей галактике множество планет бродяг дрейфующих по темным дорожкам межзвездного пространства осиротевшие миры планеты изгнанные из солнечных систем в хаосе планетарных перемещений астрономы называют эти миры планемо планемо это планета без звезды они бесконечно дрейфуют по галактике под воздействием какой мощной силы планета может вылететь из солнечной системы когда формируется молодая звезда и состав планет многие из планет находятся в гравитационном взаимодействии друг с другом они дергают друг друга толкают друг друга и одна из них вытесняется из солнечной системы можно сказать другие проголосовали за ее изгнание если бы вы оказались неудачливым жителям планеты вытолкнуты из-за столкновения или сильного сближения с другим крупным объектом то вероятно вы бы быстро переехали из зоны обитаемости в нашей галактике млечный путь сотни миллиардов таких потерянных заблудших странствующих планет и ни одна звезда их не обогреет никогда холодные темные и безмолвные у планемо нет солнца поэтому в этом мире нет смены они бодрствуют вечные ночи планемо это одинокие скитальцы стража галактики но тот факт что планемо дрейфуют в космосе не значит что эти миры мертвы планемо это каменистый мир и на нем вполне может существовать жизнь небольшой каменистый планемо без атмосферы покоится в чрезвычайном холоде там намного холоднее чем на нашем южном полюсе в самый морозный день но достаточно крупный планемо на котором сохранилась атмосфера удерживает тепло образовавшиеся при формировании планеты элементарный парниковый эффект глубоко из расплавленного ядра одинокой планеты поднимаются тепло и энергия если планемо представляет собой газовый гигант как юпитер то у него может быть система спутников силы притяжения между планемо и его спутниками создают трение вследствие этого в глубине спутники сохраняют тепло на этих спутниках также может существовать жизнь ведь на спутнике юпитера и о есть вулканы большое количество тепла производимого при взаимодействии с юпитером и другими спутниками если там существует жизнь то это не сложные организмы одноклеточные похожие на простые земные бактерии без солнца обеспечивающего фотосинтез эти крошечные организмы извлекают энергию из химических элементов в почве планема или его спутника подобные условия существуют и на земле в глубине угольных шахт южной африки обнаружены колонии бактерий у них нет доступа к кислороду или свету они выживают исключительно благодаря химическим элементам которые извлекают из окружающей почвы у них чрезвычайно медленный метаболизм и размножаются они раз в тысячу лет если на бессолнечном плане мы существует жизнь то возможно это именно такие организмы оказавшиеся безвыходной ситуации когда планета была молодой если планема дремлют безмятежным сном то один из миров с начала времен раздирают хаотические изменения 2003 год астрономы подтверждают существование в созвездии скорпиона следа начала времен большинство планет обнаруженных вне нашей солнечной системы находятся в главном диске нашей галактики однако этот мир расположен высоко над плоскостью млечного пути в скоплении около 10 тысяч самых первых звезд планета b 1620 26 больше известно под своим неофициальным именем планета мафусаила в честь самого старого человека упоминаемого в библии причина по которой эту планету назвали в честь мафусаила это возраст скопления примерно 12 миллиардов лет по сравнению с древним мафусаилом земля это планетарный подросток примерно за 8 миллиардов лет до формирования земли мафусаил был молодым газовым гигантом вероятно сотрясаемым бурями и окруженным свитой спутников сменяются эры ветра и буря слабеют и оставляют этот мир в покое внезапно в небе появляются две звезды это догорающие ядра давно погасших звезд обитающих в скоплении очень густом окружении шарового скопления звезды часто сталкиваются или опасно сближаются одну звезду могут вытолкнуть и появится другая в космическом танце гравитации похожим на перемещение планет одна из звезд была выдворена и заменена на родительскую звезду мафусаила теперь у планеты мафусаил два солнца по два рассвета и два заката в день каждое облако и каждый объект отбрасывают две тени со временем первая родительская звезда начинает расширяться это признак ее гибели она увеличивается и превращается в красного гиганта а затем достигает состояние нейтронной звезды нейтронная звезда поглощает красного гиганта сегодня мафусаил это мир находящийся под стражей скелетов двух погасших звезд оголенного ядра красного гиганта и его спутника пульсирующей нейтронной звезды мафусаил продолжает существовать но несмотря на всю необычность прошлого мафусаила ничто не сравнится со странной аномалии пульсара примерно в 980 световых годах от земли созвездие девы издалека пульсар выглядит как мерцающая звезда но вблизи он обстреливает окружение очередями смертельной радиации здесь не место планетам но все же что-то нарушает четкость этого пульсара одно из объяснение этой аномалии наличие планеты многие астрономы скептически относятся к существованию планет на орбите пульсаров причина такого отношения в том что пульсар формируется в невероятных размеров взрыве при взрыве красного гиганта из колоссального боли до именуемого сверхновой выделяется столько энергии сколько наше солнце выделяет за все свое существование при появлении сверхновой возникает настолько колоссальная взрывная волна что очень трудно представить планету способно ее пережить когда космическая пыль рассеивается остается только разрушенное ядро красного гиганта которое пульсирует в центре расширяющегося поля обломков разбросанная колоссальным взрывом материя стремится назад к пульсару и формирует диск в этом хаосе возникает новый мир рожденный в пламени и разрушении планетарные зомби восставшие из обломков бывшего красного гиганта поразительно что в такой обстановке могут формироваться планеты на обращающейся вокруг пульсара планете возникнет чувство будто вы на дискотеке с очень мощным стробоскопом которым и является пульсар необходимые для жизни молекулы разрушаются под действием излучения этого звездного монстра мощные магнитные поля пульсара поворачиваются вместе с быстро вращающейся звездой при этом происходит захват вещества электронов протонов их разгон и выброс на большой скорости похоже на бушующий солнечный ветер не могу представить что на планете близ пульсара может существовать возможность появления и развития даже простых живых организмов микробов в основном потому что во время импульса вы будете в возбужденном состоянии а в остальное время абсолютно лишены энергии обнаружение планету пульсаров показывает как в результате разрушения звезды формируются новые миры неважно где возникает планета процесс ее рождения полон опасностей иногда разрушающие силы настолько мощные что гибель мира наступает до его рождения 2007 год с помощью огромного телескопа обсерватории джемини астрономы делают удивительное открытие в звездном скоплении плеяд примерно в четырехстах световых лет от земли звезда известная только по своему номеру в каталоге hd-23514 окружена газопылевым облаком в форме кольца возраст звезды в центре этого кольца составляет примерно 100 миллионов лет космический младенец по астрономическим понятиям наше солнце старше в 45 раз здесь идеальные условия для формирования планет но при спектральном анализе обнаружилось нечто странное пыль растерта в порошок обычно недавно родившаяся звезда окружена молодыми планетами планеты формируются в протопланетарном газопылевом диске и затем отправляются по своему орбитальному пути не подозревая что их орбита может быть слишком близко к орбите другой планеты миллионы лет назад две исходные планеты на орбите hd-23514 кружились в направлении гибели при сближении двух миров приливные силы изогнули обе сферические планеты в яйцеобразную форму ничто не вечно оба мира уничтожены а вокруг звезды hd-23514 видны только пыль и обломки есть одна новая планета планета о существовании которой мы раньше не знали это не просто планета а новый тип планет земля на стероидах мне нравится название супер земля они очень похожи на землю только их масса примерно в 10 раз превышает земную одно семейство супер земель очень похожа на нашу землю континенты океаны некоторые могут быть очень сухими как марс но есть еще одно семейство к которому относятся водные миры или планеты океаны полностью покрытые водой добро пожаловать на глизы 581 c эту планету обнаружил мишель майор вместе с двумя другими планетами она обращается вокруг очень маленькой звезды она находится всего в 20 световых годах от нас в созвездии весов и представляет собой самую маленькую похожую на землю планету найденную вне солнечной системы однако это не значит что глизы 581 c маленького размера это супер земля ее масса превышает массу нашей родной планеты в пять раз ученых воодушевляет возможность обнаружения воды в жидком состоянии на планете океане чувствуешь себя как в середине тихого океана земли не видно только вода а в небе густые белые облака ветра в мире океанов будут похожи на земные очень подходящее место чтобы выйти в плавание идеальная погода каждый день чистое голубое небо а солнце держится на одном месте как вам нравится такой прогноз земли нет нигде даже глубоко под водой при таком большом количестве воды на дне океана давление превышает миллион атмосфер и сжимает жидкие воды океана до состояния которое называется лед 7 он не похож на лед из холодильника лед в холодильнике состоит из какой-то степени перемешанных молекул воды но при формировании льда под очень высоким давлением молекулы воды организуются выстраиваются в линию могу показать один кристалл очень хороший аналог льда 7 это галогенид обыкновенно именуемый каменной солью лед 7 может существовать и в нашей солнечной системе у европы одного из спутников юпитера может быть мантии с жидкой воды окруженные толстой ледяной корой давление коры настолько велико что в глубине этих неизведанных морей может существовать лед 7 при увеличении и оттаивании европа может стать водным миром схожим с глизе 581 c можно представить что в водном мире может зародиться жизнь ведь вода это основной элемент жизни на земле во всех местах на земле где есть вода есть жизнь на земле не найти стерильную каплю воды только если самостоятельно не разогреть ее в микроволновке в этом водном мире могут быть бактерии или любые живые организмы в самом океане однако не все супер земли это водные миры населенная жизнью говоря о супер земле мы рассматривали два основных семейства в основном каменистые с небольшим количеством воды и в основном водные с бескрайним океаном но к ним следует добавить третье семейство вероятно очень редких супер земель и землеподобных планет которые называются углеродными планетами мы никогда не видели ничего похожего на углеродную планету место с чужеродной химией но наполненные земными сокровищами в нашей галактике есть бесплодные и скудные и не приспособленные для жизни планеты но наука идет по следу нового типа планет целого мира сокровищ в нашей солнечной системе в нашем солнце и во всех близлежащих звездах кислорода всегда больше чем углерода но представьте себе место во вселенной где углерода больше чем кислорода формирование планет может идти по совершенно другому пути спектральный анализ показывает что в 26 годах от нас ближе к центру галактики углерод встречается в гораздо больших объемах формирующиеся там планеты могут содержать углерод в изобилии утреннее небо в углеродном мире не будет чистым и голубым я представляю себе желтую дымку и черные облака сажа а при снижении в глубь атмосферы можно представить озера из таких компонентов как метан или бензин я представляю себе бурлящие отвратительно воняющие ямы с черной вязкой грязью как нефтяные скважины в атмосфере нет или почти нет воды и воздух состоит из углеродистых соединений метан бутан пентан бензол все виды различных углеродистых соединений отделяемых при очистке бензина в один день может идти бензоловый дождь на следующий бутановый возможно углеродные планеты кажутся чуждыми но некоторым может показаться знакомым такое качество воздух воздух на планете богатый бензолом будет похож на воздух лос-анджелеса множество частиц образующих смог к сожалению мы привыкли к этому из-за выхлопов машин несмотря на загрязнение углеродные планеты могут иметь сверкающую поверхность возможно там будут алмазы так как там достаточно чистого углерода из которого планета образовалась а при сжатии чистый углерод образуют алмазы тайны похожих экзотических планет ждут своего раскрытия по всей галактике но астрономы не успокоятся пока не найдут священный грааль планету похожую на нашу способную поддержать жизнь другую землю меня всегда спрашивают думаете мы найдем другую такую планету как земля и я отвечаю безусловно в любой звезды могут быть планеты почти такого размера как земля мы считаем что по сути у каждой звезды есть несколько планет земной массы или супер земной массы поэтому если в галактике 200 миллиардов звезд то это может значить что в ней 400 миллиардов планет вроде земли или больше 400 миллиардов планет вроде земли космическая обсерватория кеплер стала первым аппаратом способным обнаружить одну из этих планет кеплер направлен на созвездий лебедя в ночное время на 100 тысяч звезд он делает снимок за снимком за снимком минута за минутой цель кеплера проста найти среди ста тысяч затаенную звезду когда звезда немного затенена это значит что перед ней проходит планеты и блокирует часть света потому насколько времени затенена звезда и сколько света блокируется ученые смогут судить о размере планеты и ее расстояние от звезды хорошим примером может служить поиск провала в свете от фонарика когда через луч пролетает маленький мотылек когда проходит планета провал в свете действительно крошечный это очень мощное оборудование она позволяет обнаружить планеты меньше земли у звезд похожих на солнце это оборудование изменяет направление которым идет наука мы считаем что возможно способны найти обитаемую планету ближайшие несколько лет по прогнозам ученых миссия кеплер обнаружит минимум 50 чужих планет похожих на землю вот один из больших вопросов который стоит перед теми кто ищет внеземную жизнь а что если мы не узнаем жизнь даже обнаружив ее условия на чужой земле могут привести к другому развитию жизни я надеюсь что мы увидим такой знак что волосы встанут дыбом каким бы ни был этот знак он станет первой главой самой великой научной повести встанут дыбом